Диалог в студии Диалог в студии А спустя 9 лет, Петр Иванович, как вы оцениваете ход развития событий у нас в ГАГАУЗИ после референдума? Это буквально вчера, дата была 2 февраля 2014 года, это 9 лет, в следующий год уже будет 10, круглая дата. И что я хочу сказать, мне воспоминания по тем временам, мне помнится какой у людей, наших граждан был такой прилив патриотизма, люди конкретно знали, одухотворенные знали, на что они идут. Потому что все мы являемся свидетелями, время от времени у нас возникают вопросы о существовании ГАГАУЗИ. Даже в последнее время молдавская, как говорится, парламентская элита, если так можно назвать фамилии, я не буду сейчас озвучивать, все знают. Они к этому вопросу отнеслись вообще скептически, что ГАГАУЗИ там, они еще какой-то референдум делают. Тем не менее, в 2014 году прошел референдум очень с большим, с трудом, с большим давлением. Все мы помним, что народное собрание буквально не хватало одного голоса и ждали, пока конкретно один голос приедет, прилетит с Москвы. И приняли именно, чтобы кворум был, и приняли этот вопрос, прошел о проведении референдума. Во время референдума были и запугивания, и людей старались отговорить. Но тем не менее, все равно 86% наших граждан, осознавая, для чего нужен этот референдум, потому что на нем было поставлено два конкретных вопроса. Первый вопрос был за таможенный союз, и второй вопрос, самый, как говорится, шумный, помните, и до сих пор, что... За отложенный статус вы имеете? Да, имеется в виду, Молдова в случае, если меняет свой статус, то... Ну и третий вопрос, это был за европейскую направленность, то есть три вопроса было вынесено тогда. Для нас это были принципиально первые два вопроса, которые в случае изменения статуса Молдова, то есть Гагауза, Гагауза имеет право на внешнее самоопределение. Что, конечно, это вызвало бурю эмоций центральных властей, но тем не менее, наш народ спокойно, с энтузиазмом проголосовал и за таможенный союз, и за отложенный статус. Это был тот редкий случай, вернее, действительно, редчайший случай, когда интересы и взгляды политиков и народа совпали. Это был как раз именно тот случай, когда Гагаузы, когда чувствуют опасность, они объединяются, они оставляют все личные амбиции. Это как раз касался вопроса именно нас, а не кого-нибудь, потому что, ну чего греха таить, рядом соседи Румынии, они же давно претендуют на территории Бессарабские, Молдавские. А мы стоим... Это тоже вилами по воде писано Пётру Ивановичу. Нет, но для нас это... Доказать, нет, здесь хотят, на территории Молдовы хотят в соседнюю Румынию, вот тут другая постановка. Есть, по-моему, мнение и с той стороны, и с этой стороны, они находят друг друга. Но давайте так, вот этот референдум, что изменил в жизни Гагаузи и Гагаузов? Этот референдум, я скажу, что у нас появилась такая спокойная гарантия, что мы в случае каких-то обострений, то самое, что мы имеем все-таки, об этом и международное сообщество все узнало, это же был крик на весь мир, я думаю. Реакция была разная, конечно. Внутри страны это было, ясно, что она была... Но были наблюдатели тогда из других стран, в том числе Россия, Украина... Были, да, из-за убежных наблюдателей были, и подтверждение дали, что все прошло в рамках без нарушения, без эксидума. Там некоторые были. Было... Были потом проанализированы списки, вот, допустим, по Вулканевскому району, там рядом села, и нашли людей, которые отказались от своих подписей. И я знаю, что судебная тяжба нашего коллеги Георгия Ивановича Калча до сих пор идет, потому что каким-то образом он отвечал за эти списки, и виноватым оказался он. То есть были такие моменты, списки эти все аннулировались полностью, весь лист, и потом получился повод, пища для судебной инстанции. То есть и сегодня, спустя 9 лет, это все еще длится? По-моему, процесс еще до сих пор длится, и я не знаю, чем он хочет, просто в последнее время не виделся с Георгием Ивановичем, но я знаю, что вопрос висит, как бы, на моклый меч. Но все равно, я еще раз говорю, что ГАГУ заполучили гарантии в случае резкого изменения политического климата, мы имеем какие-то гарантии. Да, мы также знаем о том, что в Кишиневе не признан результат этого референдума, поэтому будем действительно всегда уповать на свои силы и на свои возможности. Есть что добавить, Петр Иванович? Ну, это хорошо, я хочу именно сказать то, что ГАГУ в трудную минуту сплачивается и не решает, и принимает мудрые решения. Я хочу сказать нашему народу, вот как они в 2014 году, мы должны быть начеку, потому что это наше будущее, это наша автономия. Мы же, все мы являемся свидетелем, как из Кишинева, нет-нет, доносятся, что это была ошибка, надо ее исправить. Это какой-то проект вообще? Да, да, это был временный проект, это была ошибка. А я думаю, что из уст того депутата, что то, что избиратели за него проголосовали, мне кажется, вот это была ошибка большая. И вы же видите, и Шалару, и Нантой, все вот эти фамилии, я уже не хотел, но они выскочили, потому что они самые яркие в последнее время, они чуть ли не мы вам дали. Давайте об этом поговорим позже, Петр Иванович. А вот съезд депутатов всех уровней должен был также состояться в октябре 2022 года, в прошлом году, однако был отменен, ну, вернее, отложен на неопределенный срок. Вот на фоне референдума, который был организован вопреки, перенос даты съезда на неопределенный срок смотрится весьма неоднозначно. Вы так не считаете? Ну, разные мнения. Мне кажется, я бы поинтересовался, кто этот съезд будет готовить, кто именно, будет народное собрание или какая-то группа других заинтересованных людей. И были такие мнения, что съезд могут использовать для некоторого вида провокаций, чего нельзя исключать. Ну, и для проведения съезда, мне кажется, должна быть какая-то веская, весомая причина. Весомая причина. Ну, хотя меня многие сейчас могут опровергнуть, а разве вот сейчас мы жизнь не позволяет, там, ну, все очень идет, катастрофически идет, непонятно в какую яму. Потому что уровень жизни, вы видите, и отток населения, и молодежь уезжает, и все, и повышение цен, это же ужасно. Газ мы имели... Не будем скрывать, при прошлом президенте это было 4,5, и все кричали, караул, его надо отдать под суд. А сегодня мы имеем 30 ле, и никто никого не собирается ни под суд, ничего не осуждать. Что делать, Петр Иванович, в таких случаях? Я думаю, что проведение съезда, это вопрос должен сам поселено зреть, наверное, я так может, со мной многие не согласятся, но съезд, конечно, это большое событие, там должны быть тщательно подготовлены вопросы, какие мы будем рассматривать, и что мы будем принимать, понимаете. И даже просмотреть некоторые пункты после принятия резолюции, или какие-то... После того, что нас ждет, что нас ожидает. Да, то есть прогнозы уже сделать, но получается, что сегодня опять... С одной стороны, съезд, это, конечно, тоже аккумулирующие, объединяющие мероприятия, объединяющие наш народ, потому что я был, фактически был участником всех чрезвычайных съездов 90-е годы, и мы принимали там решения судьбоносные, надо сказать, которые не очень нравились центральной власти, но тем не менее мы заявили о себе на весь мир, может быть, где-то мы потом что-то пересматривали, но это съезд, это серьезные мероприятия для нашего народа. Но если имидж Гагаузии, Гагаузов был, вернее, еще протекает, что называется, достаточно интенсивно, то этот имидж надо, ну, что называется, надо держать марку. Надо сохранять, да. И имидж должен быть положительным. Вот, к сожалению, немного все-таки есть моменты, что имидж теряется, и лишь из-за нас самих. Об этом поговорим позже, Петр Иванович, у нас есть телефонный звонок. Наденьте, будьте добры, наушники. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Николай Иванович. Петр Иванович, что-то мне стало интересно, что наши политики ссылаются на прошлое время, на прошлом было хорошо, и на будущем будет хорошо, но на настоящее время мало внимания уделяется. Я вот вас сейчас слушаю, и вы сказали, что при Додоне было ГАЗ-450, а при Воронине вообще два левого, и что сейчас от этого? Вы сейчас хотите показать, что во время социалистов, когда были в управлении, было все хорошо? Скажите мне, пожалуйста, когда социалисты были у руля? Если во время социалистов, когда был президент Додон, социалисты были 36 депутатов, прилетел нам пророссийский, мы были пророссийской партией социалистов, прилетел нам Рогозин, мы его вернули обратно, прилетели нам журналисты, мы его вернули обратно, дал нам запрос журналист Соловьев, мы его вернули обратно. Значит, мы пророссийские или кто? Или мы не были у власти, потому что мы не могли их принять? Или что-то такое? Объясните, пожалуйста, когда же вы все-таки были у власти, и мы не могли принять наших российских журналистов? Спасибо. Иван Николаевич, в следующий раз, конечно, я и Воронина буду ставить в пример, потому что все-таки вы два лея, это ясно. Но, видите, ситуация такая, что любой вопрос, любой ответ, какой я дам, вы все равно с ним не согласитесь. Я что хочу сказать, наверное, в те времена какие-то были затруднения и пришлось, то есть это высшая политическая власть, она в ответе и за возврат, и за, они должны дать оправдание или что, почему они так сделали. Я думаю, что все там было тогда неоднозначно, поэтому и получилось, как получилось. Если вас устраивает этот ответ, но я понял, что вас он не устроит. Что я могу сказать по этому поводу? Спасибо Ивану Николаевичу за его активность. У нас на радио он является достаточно активным слушателем. И есть еще житель Кангаза, Кирилл Кириллович Сата, возможно, он также нам сегодня позвонит. Ну, а мы продолжаем разговор сегодняшний с Петром Ивановичем Фазлы, депутатом НСГ из города Вулканечка. Петр Иванович, мы до этого говорили относительно Съезда народных депутатов, да, но хочу также отметить вопрос, вопрос отмечу, который к нам поступил по телефону. Наденьте наушники, Петр Иванович. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, будьте добры. Владимир, да. Чедор Лунга, кардинар, Владимир. Петр Иванович, вот у меня к вам будет этот вопрос, вот как творческому человеку, как человеку, который имел непосредственное отношение к образованию Гагаузской республики. Вот скажите, пожалуйста, когда вы об этом думали и притворяли в жизнь это все это, вы думали, что когда-нибудь через 30 лет Гагаузия разделится на социальные классы? Класс богатых, это господ средний и класс бедных. И вот когда этот, и тут разговоры про разрешение полномочий, у меня возникают вопросы по этому случаю. Вот эти полномочия, кому это больше, они нужны, те, кто имеет свой бизнес или людям, которые работают на наших, на этих предприятиях. Ведь по большому счету народу это все равно, на кого работать, чтобы зарплата была хорошая. Вы вспомним эту турецкую компанию, японскую компанию. Люди работают и, знаете, получают неплохие деньги и даже про полномочия вспоминают. Это первое. Второе. Вот скажите, почему, а почему столько шума вокруг этого снижения порога явки? Ведь 4 года назад это ясно было, что мы не набрали 51% голоса. Это что получается? Что наши башканы используют все ресурсы, чтобы убедить народ, что некоторые лица хотят незаконно захватить власть или прийти к власти. Видимо, нашей башканы очень трудно свыкнуться с мыслью, что приходит конец ее правления и теперь бюджетными деньгами кто-то будет распоряжаться другой. Спасибо, Владимир. И третий вопрос. Вот эти пособия, которые так называемые башкановские, такие унизительные критерии, кто мог себе позволить? И как можно этих людей назвать, что они заботятся о своем народе? И как-то в одной из этих передач, идеалка Оксана Ивановна говорила, что размер Гагаузи не безразмерный. Вот знаете, вот когда проходит заседание исполкома и народного собрания, и проходишь мимо здания, где проходят эти заседания, то, ну, знаете, а там такие богатые эти автомобили, что невольно сразу это... Ты начинаешь понимать, что наша Гагаузия разделена на тех, кто в петингах. И я думаю, эти люди давно абстракировались от проблем народа и живут своими мероприятными интересами. Спасибо за ваши вопросы. Я понял три вопроса. Первый там про полномочия, да, это полномочия, это, я думаю, что это политический момент для нас, это они нужны. Вопрос в другом, кто их утерял? И каким образом они терялись? Да, каким образом. Я хочу сказать, что именно это, будучи у власти, каждый башкан потихонечку, помаленьку, они, чтобы себя сохранить, они делали вид, что как будто бы ничего не происходит. А на сегодня мы видим, что мы остались уже почти ни с чем. Завтра молдавская сторона скажет, что, ребята, мы вот, чего мы хотели в начале культурной автономии, вот мы и можем вернуться к этому вопросу. То есть полномочий у вас никаких нет, вы будете один культурный район. Я так утрирую, это не может нас ожидать в любой момент. Что касается полномочий, что касается разделения общества, по-моему, не только в Гагаузии, Молдове и везде, во всем мире, на бедных и богатых, видимо, когда идет трансформация политической жизни, трансформация государства идет, и происходят моменты, которые ярко выражаются, что люди делятся на малоимущих и людей зажиточных. Это в любом государстве это происходит, и мы, вот человек, который задал вопрос, хотел сказать, что у нас то же самое. Я с ним в этом отношении, конечно, согласен. И те люди, которые работают на этих предприятиях, конечно, их интересует именно заработок, сколько они. Другой момент, что мы можем ли мы всегда открыть новые рабочие места и предоставить и другим людям те рабочие места. Вот это вопрос, конечно, риторический, это и Башкан, и Народное собрание всегда должны думать об этом. А то, что о компенсациях, ну, это исполком так решил, что ж теперь нам. Ну, исполком решил, депутаты утвердили. Утвердили, потому что они сослались на... Ну, многие депутаты, кстати, здесь в студии выражают такое, ну, несогласие, недовольство тем, что среди населения вот эти пособия называют башканскими или влаховскими. Вы как к этому относитесь? Я хочу сказать, что это, конечно, это мизер, который там преподнесен нашим людям, и я полностью согласен, что это недостаточно, что это... И это не башканские, а это есть гагаузские из регионального бюджета. Да, и в таком размере, конечно, это, конечно, для многих люди оскорбительно. Вопрос еще один к нам. У нас на телефонной линии собеседник. Там еще что-то должен был ответить на тот вопрос. Да, относительно шумихи вокруг порога явки. Мы обязательно об этом поговорим. А сейчас приветствую нашего собеседника. Здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню с казаклей. Друзья, хочу сказать, что вот такие, как я, пенсионеры, которые около 40 лет проработали, мы на самом деле благодарны вот даже за этот мизер, который мы получаем. Мизер, как вы считаете, а для нас это даже хорошее денюжка, потому что не хватает на лекарства и так далее. И я лично я, я от многих это слышала, благодарна и Ирине Влаг, и всем, кто решил нам вот такой мизер даже дать. Даже за этот мизер. Спасибо вам. Вот это хотела сказать. Спасибо, что вы с ГРТ. Конечно, это все равно что-то для наших людей. Это тоже, конечно, внимание, для них это радость. Ну, надо полагать, что если бы не мизер и людей оставить вообще без каких-либо пособий, это просто действительно было бы издевательством и кощунством. Вот что-то, да, согласен. Сейчас относительно порога явки. Кстати, это было принято на последнем специальном заседании, да, оно 24-го началось, 25-го закончилось. В повестке дня был один вопрос о внесении изменений и дополнения в уложения. А вот из 36 предложенных поправок была принята лишь одна, утверждена вами. Однако вот эти объявленные без конца перерывы, Петр Иванович, на 15 минут, на полчаса, для чего они были? Вы не могли твердо принять решение? Вы не могли договориться или вы просчитывали ходы наперед? Основное мнение было, сейчас я скажу, что там столько было поправок, 36, то есть это, мы бы знаете, сколько поводов было бы для судебных разбирательств. Насчет порога явки, это, я думаю, что правильно человек сказал, что мы еле-еле провели выборы последние башканы, там было 50. Да и в конце концов, в конце концов, 33 процента, в этом, в республиканском тоже прописано, 33 процента. Так и есть, да. И учитывая тот отток населения, что эмиграция, у нас почти людей не остается, 33 процента. Вы представьте, 50 процента мы раз не провели, провалили выборы, второй раз, это же опять финансы, 2 миллиона, 3 миллиона каждый раз. И в конце концов, к чему пришли бы? Мы все равно не провели. С каждым разом люди отсеиваются, даже у некоторых настроения падают и не хотят. И что мы пришли бы? Кишинев завтра сказал, ребята, так вы не смогли провести выборы свои, башканы, вы не состоялись, да? Давайте тогда мы назначим вам губернатора, смотрящего кого-то с Кишинева. Петр Иванович, почему к такому мнению не приходят те единогласно в депутатный корпус? И вот я говорю, что согласно этих консультаций, без камер мы остались, мы не должны повода подавать, чтобы дальше. Вот проведем башканский выбор, мы сказали же, что мы потом вернем. И спокойно мы не будем форсировать, потому что мы бы сейчас не проводили башканские выборы. Сейчас были судебные инстанции, мы бы разбирали вот эти вот поправки все. Это тот самый имидж, о котором мы чуть не говорили ранее, да? Да, да. И я думаю, что мы мудро поступили большинство депутатов, у которых вот 24 человека, некоторые не пришли, некоторых это вопрос или то ли пугает, то ли не интересует, я не могу сказать. Но в конце концов, это тоже позиция, отсутствие своеобразное. Конечно, отсутствие позиции тоже есть позиция. Мы решили все-таки этот вопрос, потому что переносить, чего нам переносить? Путь, проведем башканские выборы. И переносить это что? Продлевать чье-то удовольствие? Кто-то не насытился властью, что ли? Надо уже, как говорится, с честью закончить вот этот срок, уходящий башкан, пусть закончит. И мы должны провести в рамках закона. Вот сейчас, смотрите, новая провокация с ЦИК идет. Я считаю, это провокация. То, что не провели заседание? Я сказал, что свое мнение, что это провокация, потому что раз не проведут, два раза не проведут. Потом же есть какие-то сроки. Сегодня провели, Петр Иванович. Провели? Да, сегодня, оказывается. Ну, слава Богу. Ну, могут провести, один полвопроса решить, потом опять не собраться. Но это, конечно, их право. Реакция, конечно, мы будем видеть на это. Мы поговорим об этом еще. Вопрос к нам поступил по телефону. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый день. Представьтесь, будьте добры и... У меня такой вопрос будет. Вот башканские тысячи рублей дают, вроде кому-то дают, кому-то не дают. 58-го, 59-го нету. Я ничего не пойму. Что тут... Закон один для всех, вроде. Половину, ну, это самое, получают. Там, какую-то часть не получают. И непонятно уж, по какой причине это. Я понял вопрос. Там оговорено было до 58-го года, сейчас, по-моему, до 59-го. Нет, нет, нету такого. До 58-го года было это 2-3 года назад, когда запущена была эта программа. А сейчас те, кто имеет 700 лев, те, кто получает из Кишиневского, вернее, из республиканского бюджета соцпособие 700 лев, они получают здесь 200 в Гагаузии, а если нету, если они не являются бенефициарами республиканской программы, то здесь они получают 700 лев. И неважно, это пенсионеры любого возраста. Сейчас уже сняли этот момент. Да, этого ограничителя нет. Ну, я так полагаю, что вы не знакомы наверняка с деталями этой программы, Петр Иванович, с деталями. Там что-то говорили вскользь, и я как бы деталь... Я к тому, чтобы мужчина, который к нам позвонил, пусть обратится к социальному ассистенту. Да, они наверняка скажут, что с Кишинева, что местные там, они дадут разъяснение. Да, с тем, чтобы разъяснить для себя вот эти тонкости и знать, возможно ли, что он так же станет получателем этих пособий. Вопрос еще один по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз, Катя, еще раз, Светлана Иванович. То, что я хотел бы куда-то нашел предыдущего слушателя, я хочу ему напомнить, что они не получат этих башканских денег, потому что башканских денег не существует. Нету башкана денег, чтобы раздать со своего кармана. Но мы уже говорили, Иван Николаевич, мы говорили, что это из регионального бюджета, это региональные деньги. Так называется. Катя, просто вы правильно поймите, что люди сегодня должны понять правильно, что не башкан дают денег, у него нет. Это первое. Все правильно. Петр Иванович, на первом вопросе я понял ваш ответ, хочу задать на второй вопрос. У вас слишком тесные были отношения с башканом перед выборами. Хорошие отношения были, прекрасные. И у меня тоже неплохие были с ним отношения. Сегодня в каком стадии находится ваше отношение, когда сегодня башкан говорит, что будущее молодежи вместе с евроинтеграцией. И когда сегодня наш башкан говорит, что не Россия помогала, а она сама прошла. Вот ваше отношение в сегодняшней ситуации, как себя ведет башкан. Спасибо. Спасибо. Иван Николаевич, вопрос, конечно, резонный и правильный, поставленный. Но я, честно говоря, не согласен, что высказывание Башкана насчет того, что мы сплошь и рядом должны заменить русский язык и румынским. Это, наверное, неправильно. Я с ней категорически не согласен в этом отношении. И то, что Россия нам не дала, это тоже неправильно. Советский Союз и все дал, и Молдове, и нам, Гогозам, тоже. И я думаю, что на этом фоне после выборов, конечно, отношения некоторые охладились, и не те, которые были. Вы имеете в виду выборы в парламент? Нет, выборов Башкана. Сейчас. А, предыдущие. Вот Иван Николаевич задал вопрос. Были, конечно, мы поддерживали, поддерживали и в части бюджета, если все помнят, 18 депутатов, которые мы тогда поддержали Башкана, бюджет приняли. Это же в начале было ее срока. И я ограничусь таким ответом, что не совсем. Что-то пошло не так, да? Наверное, где-то наши мнения, рассуждения о чем-то разошлись. И я сказал, что я не согласен с такой трактовкой, что мы должны именно. Никому ничего не должны. У нас три языка в автономии. Русский, молдавский и гагаузский. Мы должны соблюдать то, что мы приняли. И всегда мы руководствуемся этим. Три языка у нас. Молдавский прописан. И Молдавская конституция написана прописанным. Молдавский, а не румынский. Мы пока являемся Молдовой, а не протекторатом Румынии. Ну, давайте поговорим о переносе даты выборов. Эта тема сейчас остро, часто и бурно обсуждается. Как в соцсетях, так и на разных площадках. Некоторых депутатов внятие в сговоре с исполкомом Гагаузи и в том, что эта ситуация якобы специально подстроена. Вот на ваш взгляд, Петр Иванович, в чем выгода вот каждой из сторон? И кто заинтересован в этом вопросе, в переносе выборов на более поздний срок? Наша самая крупная фракция в Народном Собрании первоначально была предложена в марте выборы проводить. Но большинство, которое вот на тот момент было, переиграли выборы на 30 апреля. И... Зная и понимая, при этом, что полномочия Башкана истекают среди лета. Да, в июле, по-моему? В июле. И тут же... Два депутата, вы знаете, вакантное место. Павел, конечно, Мечок Майданов. И тут же и депутатские все. То есть, я в этом усматриваю, что это было сделано специально. Хотя трактуется, что это экономия средств. И это самое. Я думаю, что делано специально, чтобы некоторая сумятица с... Неразбериха была с этим, кто Башкан, кто депутаты. Но, тем не менее... Вы были за то, чтобы выборы депутатов были в другой день? Мы хотели в марте делать, но то, что получилось, то, что приняли, мы уже приняли, это большинство приняли, и мы все рассчитываем и готовимся на 30 апреля. А то, что где-то в воздухе витает какой-то момент, что надо перенести, я не вижу аргументации в этом отношении. Какова? Должна быть аргументация. А какова аргументация? Мы должны уже скоро, где-то с 10 марта, наверное, начаться избирательная кампания. Уже два месяца до 30 апреля. До 10 марта ЦИК должен подготовить кучу документов, кучу бумаг. Во-первых, должны примары, списки свои уточненные дать, и все. Там же куча уйма работы. И мы должны... Я не вижу смысла переноса. Это что? Мы хотим... Петр Иванович, а... Я знаю. Есть такое мнение депутатов, что вот уходящий Башкан хочет расправиться с принятым бюджетом, чтобы оставить пришедшему новому Башкану кучу долгов. Всякие мнения есть среди коллег. Я частично согласен, частично не согласен. Но большинство, конечно, аргумент непонятный. Петр Иванович, а как вы смотрите на то, чтобы... Кстати, многие тоже об этом говорят, и ваши коллеги, о том, чтобы уйти в отставку всему депутатскому корпусу. И чтобы выборы потом проводились и Башканские, и в Народное собрание Гагазии в один день. Не вижу в этом смысла. Нет в этом смысла. А у нас есть вопрос. По телефону... Пусть, кто желает, пусть подает. То есть вы так считаете. Окей. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый день. Добрый день. У меня вопрос к Пётру Ивановичу. Пожалуйста. Пётр Иванович, я знаю, что вы поднимали вопрос о статусе ветеранов Гагазии. Как-то, если я не ошибаюсь, было это на сессии. И вот в связи с этим, как вы думаете, почему до сих пор не принят закон о статусе ветеранов в Гагазии, в то время как приняты разные законы там об афганцах, об силовых структурах. И получается, что чествует дитё и забывает родителей. Наших ветеранов уже многих нету в живых, многие покойные. И спустя такое время уже большое, они так и не дождались, чтобы их как-то упомянули. Я понял, понял ваш вопрос. Спасибо. Вы откуда звоните? Я с Чедрунги, меня зовут Степан. Я этот вопрос задаю всем депутатам, в том числе вам, и буду задавать всем остальным. Спасибо, Степан. Пожалуйста, Пётр Иванович. Я понял вопрос. У вас уже то чёткое непосредственное отношение есть к этому вопросу, потому как вы также являлись. Я имею свою разработку этого закона о ветеранах. Если вы помните, я в Народном собрании выскочил закон, подготовленный Кадын. То есть это не столько Кадын, сколько господин Добров подготовил этот закон, он подготовил под своих людей. Я почему был против, и этот закон был отклонён. Я сказал, что мы должны вернуться по всем районам. Именно Гагауз Халкы. Гагауз Халкы не Добров, не иже с ним никто. Гагауз Халкы именно привёл Гагаузи именно до принятия закона, до 1994-го. Именно это заслуга. И сегодня я ещё коснусь этого вопроса. И мы должны эти списки, именно те ветераны, которые Гагауз Халкы, это Ватан, это Берлик, это Камрад, все другое, мы должны вернуться и пройтись по этим спискам. Мы должны сделать совместную комиссию из трёх районов. Пётр Иванович, как выносился этот вопрос на рассмотрение заседания НСГ, когда у вас был свой список, у вашего коллеги другой список? Я на всякий случай составил список, и потом... А почему вы этот вопрос не рассматривали во время заседания профильных комиссий? Во-первых, меня никто не приглашал, и во-вторых, я бы не хотел участвовать для рассмотрения этого закона, потому что я говорю, что там не те люди. Насколько отличается, сильно отличается список? Я думаю, что вот Добров, сейчас давайте коснусь этих двух персонажей, Добров и Таушамчета, как сиамские близнецы. Вот на ГРТ была передача целая перед 28-й годовщиной, меня не пригласили, сейчас тут Михаил как бы ихний друг командует, и вот они... Я просто посмотрел, и мне стало как-то удручающе, что люди берут на себя те заслуги, которые они не делали. Это все была заслуга Гагауз-Калки, автономия для Гагауза была только Гагауз-Калки. Вы имеете в виду общественное движение? Да. Кем оно было возглавлено тогда? Господин Бургуджи? На тот момент Бургуджи сейчас. Ага, Бургуджи. Я вам сейчас скажу немножко про историю. Я с 88-го года, это движение, до 94-го года. В 89-м году я зарегистрировал, был, конечно, историко-политическое общество Ватан, и мы провели 7 мая 89-го года, провели первый сход граждан по всем правилам, по требованиям тогда поселкового совета, что именно уличные комитеты, рабочие комитеты, все делегировали своих депутатов. Мы тогда провели сход граждан, на нем было более 5 тысяч человек. То есть это мы, первый пол, конечно, заявили, потом пошли. Я задаюсь вопросом. После этого мы, помните, что на этих сходах, на съездах мы делегировали целые группы делегаций в Москву, то есть на первый съезд депутатов СССР тогда был. И мы были, одна комиссия, 60 человек, потом еще было, еще. И я хотел бы спросить, на тот момент я слышал, что господин Добров был где-то под Москвой. Почему он не примкнул к нам, мы пикетировали, и молдавское посольство тогда, как бы мирная акция такая, чтобы на себя обратить внимание. Не было, потому что всю работу с 88-го года, всю черновую работу мы сделали, потом каким-то чудесным образом появился Добров, схватил мегафон и начал там свою, конечно, ересь нести. Петр Иванович, вы знаете, я не люблю говорить о людях в третьем лице, и если их нет, мы лучше не будем о них говорить. Но у меня сложилась мысль, что мы должны организовать встречу Петра Фазлы и Леонида Доброва. Вы готовы на такое? Я не согласен. Почему? Ничего. Это не в моих принципах. Просто насчет Тавшан-Джи, скажем, Тавшан-Джи, это я с этим, мы тогда, я был депутатом поселкового, это был район, у нас коснулся вопрос выбора председателя, дефицит был, понимаете. И мы узнали, что вот в Кагуле работает наш соплеменник, Кагауз, кандидат экономических наук. И мы поехали к нему в общежитие и пригласили его, чтобы он возглавил поселковый совет вулканечных. Что вы думаете, на следующий день, пока мы ждали, господин Тавшан-Джи оказался, за ночь приехал покойный Андрей Буиклы, сагитировал его, и он был назначен председателем райисполкома. Он ясен, что, ну, конечно, для него нет. И вот таким образом мы на сегодняшний день имеем Тавшан-Джи, который какой есть, и они все время, и даже, вот я скажу сейчас, вот опять не понравится, вот университет, на каждом у нас учрежденном съезде, государственные университеты, на всех бумагах у нас, этих съездовских бумаг, есть создание, как и УЗИ, университета профильного университета, профильная комиссия, создание университета всегда. Я захожу в университет, вижу на стене почетных людей, вижу, стоит фотография Доброва, основатель Камрадского государственного университета. Вы скажите мне, это, как это называется? Это скромно или выходит за рамки? Оказывается, тогда... А скромность для каждого свое понятие? Мы созвонились с Гроздевым, с Паном Васильевичем, и он объяснил, как тогда. Вот тогда он Добров напирал, да не знаю что. Они говорят, мы собрали плен Райковой партии, решили, что, коль есть такое, люди обращаются, передать здание Райковой партии под университет. И ничего тут такого не было. Почему приписывать себе что-то? Ну, фотография это не столько... Не-не-не, он претендует, что создатель университета. И там Шарджи ему все время говорят, вот он, создатель университета. Какой университет? Он Добров, я не знаю, какое... ГПТУ, наверное, образование имеет, да? Там хотя бы университет... В всяком случае, был инициатором, Петр Иванович. Какой инициатором? Инициатором был весь народ, весь Гагаузский. Он собирал по крохам, а не то, что Добров там. Ничего не инициатором не было. Инициатором был любой съезд, каждый съезд, и кто выступал, говорил. Америку здесь не надо открывать, что вот он. Ну, а вы говорите, что фотография висит. А называть учебное заведение именем человека, который живет, это как? Ну, вот живой человек, его именем называют учебное заведение. Я знаю, вот там, есть такой случай, вот, есть такой еще деятель. Такой занят, у него лицей, имя не занят. Скажите мне, как это, пожалуйста. Он еще именует себя академик, мы перебрали все документы. А вы говорите о скромности? Никакого, ни академик, ни доктор. Самозванцы. Давайте послушаем вопрос, который к нам поступил по телефону. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте. Здравствуйте, это опять я. Слушаем вас, Владимир. Координар Владимирович. Петр Иванович, вот действительно, меня этот вопрос интересует. При таком, это, социальном расслоении общества, Гагаузи что может это объединить? Потому что мы часто слышим, что надо это объединять, Гагаузи объединять. А вот на какой идее может объединиться народ? Гагаузи. Вы скажите, пожалуйста, ваше мнение. Вы считаете, что все-таки национальная идея сегодня нет? Это одна национальная именно идея, которая должна объединить нас, Гагаузов, и всех. Потому что мы, как говорится, Гагаузский язык, ЮНЕСКО, как исчезающий язык. Ну, тем более, что есть опасность, что если с одной стороны Румын, и с другой стороны Молдова займется ассимиляцией Гагаузов, мы исчезнем. Мы, нас, я должна объединить наша общая патриотическая Гагаузская национальная идея. Это самосохранение наше как этнос, и мы должны реагировать на любой вызов, именно отрицательнее по отношению к нам. Я думаю, что со мной многие согласятся. Вопрос еще один по телефону, Петр Иванович. Объединен должен лидер. Такой есть? Будет. Будет, да? Перед на носу у нас башканские выборы. Ага, именно тогда? У нас есть свой лидер. У нас есть УЗУН Григорий Владимирович, который, я считаю, самый достойный. Остальные уже были, мы перевидели их, были. Они как бы, некоторые сейчас приехали даже из-за рубежа спасать нацию. А что же вы не спасали, когда вы были у власти-то? Сейчас пришли чуть не спасители. Я думаю, что кандидат Урон, который я вам озвучил, Григорий Владимирович, он человек честный, умный и принципиальный, самое главное. Мы еще поговорим об этих выборах, если у нас останется время, конечно. Вопрос по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте, Кангас, Кирилл Кириллович Татович такой. Дождались мы вас, Кирилл Кириллович. Уважаемая Екатерина, спасибо. Уважаемый депутат, сперва разрешите реплику я. Уважаемые пенсионеры Гагузии, мой адрес был высказан критикой человеком с Чатерлунгой. Мол, чего я гоняюсь за эти 200 лей? Я бывший руководитель высшего среднего звена. Всегда по сегодняшний день болею и озабочен о людях, о наших беспомощных пенсионерах. Я не знаю о себе, за справедливость. Гагузию создали не для урезания финансового, если кому-то 200 лей. Ничто для пенсионера и эти деньги. Как так эта женщина, которая так много обещала, с бюджета автономии, не включила этих бедных беспомощных пенсионеров, инвалидов, чтобы им тоже выдать этих 700 лей с Гагузии. Вместо этого она урезала 200 лей семьи. Но беда и в депутатском корпусе. Заседание и народное собрание – это проходной двор. Захотел – пришел, не захотел – не пришел. На замечания председателя не обращать внимания. Не изучив закон, голосует в темную. Ущемляет население Гагузии. Поэтому и Центр изменил свое отношение к автономии. Увидев хаос, зачем автономии, если некому управлять? Выход только один – провести реформу. Депутатам, которые хотят сохранить Гагузию автономию, сложить свои мандаты и назначить досрочные выборы совместно с башканскими, переименовать народное собрание Гагузии в Народную Думу Гагузии с численностью от 17 до 19 человек в профессиональном основе. И таким образом, спасем Гагузии, Центр, увидев изменения в Гагузии в лучшую сторону, начну считаться, станет с жителями Гагузии и с депутатским корпусом. Никто не говорит, чтобы пришли другие, может, пусть придут, но из числа этих депутатов отсеет. Тогда станем лучше и веселее. Спасибо. Спасибо за такой оптимизм, Кирилл Кириллович. Кирилл Кириллович, я полностью согласен, 200 лей – это Ниджагагаус, что делает, как парасы, он тоже водолезом, это нужно. Просто то, что мало – это мало, это я согласен с вами. Но дальше вы столько, не столько вопросов, сколько было ваше видение, конечно. И некоторые моменты, вот то, что депутатский корпус, конечно, иногда просто становится неудобно и стыдно, как себя ведет, но что делать? За этими депутатами стоят избиратели. Мы должны уже принимать ситуацию такой, как она есть. Но вот мы стараемся, другое мнение, другое видение можно сделать. И мы, ну, бывает, что вы же видите, сами являются видеться, что даже дебаты жаркие, может дойти до рукопашного. Ну, чего, конечно, нежелательно. Но я имею в виду это все словесно. И, конечно, вот вы напомнили мне такой вопрос, который я хочу задать всем. Вот сколько вот на следующий год у нас будет автономия, сколько, 30 лет уже, да? 29 будет. 29, 1994 год. Да, 1994 года будет 29. В декабре. В декабре этот. Вы имеете до 23 декабря? Да. В нынешнем году, в 23-м сейчас. На следующий год, да. Да, на следующий год будет, да, юбилейный. Вот, казалось бы, за 30 лет. Почти за 30, да. Да. Многое сделано. Башканы, которые приходили и уходили, ну, мы видим, что, и знаем, это закономерно, что власть – это соблазн. И они утопали разного рода разборка, то зерно, то пшеница, то дистопливо. Ну, это уже как бы уходит в прошлое. Но, я что хочу сказать, что никто не вышел ни с какой инициативой. Вот, уже 30 лет будет нашей автономии. Почему мы собираемся в приспособленных зданиях? Это здание какое было? Располкома? Не, я не знаю, я здесь не жила. Я не помню. Да, да, по-моему, из Башканы. То есть, это приспособленный. Почему ни один Башкан? Вот мы строим стадион. Этого вопроса нет. Нужно. Почему не вышел с такой идеей, что построят отдельное небольшое здание Башканата? Отдельное здание народного собрания. Располкома, напротив именно вот нынешнего здания из Башкана и народного собрания, где сейчас размещается премьер Энерджи. Там долго пустовало это здание. Это был долгостроем. Вот человек, я отвечаю, как бы частично его вопрос. Ну, то, что сложить, не сложить, именно сейчас, когда уже дата назначена, это же не разбериха. Вот, допустим, все сложили хором. И что дальше? И переносим. К той же осени, да, мы приходим. Почему к осени? Если складываются мандаты сейчас депутатов НСГ, то можно пересмотреть вопрос на то, чтобы 30 апреля... Я вообще против постановки такого вопроса. То есть вы против складывания, вы против сложения мандата? Это личный вопрос, кто может сложить, сделать в округе, в округе. Но ваши коллеги из блока партии, блока социалистов и коммунистов, за сложение полномочий депутатов. А, Петр Иванович, относительно выборов, все-таки вернемся к этому чуть-чуть. А, Петр Иванович, какой вы видите эту предвыборную гонку? Какой она станет, на ваш взгляд? 30 апреля уже, можно сказать, с каждым днем все ближе и ближе? Ближе и ближе становимся к этому моменту. Каждый год мы говорим, что... У вас есть свои прогнозы вообще? Прогнозы, я просто уверен, что должен прийти молодой, действенный, энергичный человек, который ревностный патриот Гугаузии. Это, я говорю, наш такой кандидат, Григорий Владимирович Узун. Он был депутатом народного собрания. Мы с ним, с коллегой работали. Это очень настерный, своеобразный характер. Ну, немножко, я сказал, что не грубый, но принципиальный человек. Другие там, другие оценки дают. Но для меня он авторитет, потому что он умеет работать в команде. Вот человек должен, и он вполне похож и оправдает ставку лидера. Я лично уверен, что победа будет за ним, потому что он... Вы знаете, Петр Иванович, у меня сейчас сложился такой вот треугольничек в голове. Треугольник в виде населенных пунктов, да, крупных, комрад, конечно, Чедерлонга. Из Чедерлонги был кандидат, вернее, Башкан, из Камрада тоже. Получается, из Вулканевского сейчас. Правильно, правильно заметили. Логично. Надо же, чтобы один из Вулканевских был... Так любят говорить, да, жители Вулканевского района, что мало внимания уделяется из центра, поэтому вот таким образом... Я, когда первый срок пришел, отдал запрос, чтобы дали отчисления, сколько за всю историю башканства всех, сколько отчислений было. И что вы думаете, там мне не дали, но неофициально узнали, один процент был, конечно. Остальные все брали Чедерлонга и Камрад. Нормально? Справедливо? Сегодня-то достаточно весомые цифры есть относительно распределения средств и в дорожном секторе, и в инфраструктуре. Вы не считаете, вы не находите? Я имею в виду в капитальных... Недавно, сейчас я скажу, Вулкан уронил, что вот за 8 лет 80 миллионов было, был, конечно, выделено. Давайте простую арифметику. 8 лет, грубо говоря, каждый год по миллиарду. 8 миллиардов, да? За 8 лет. Разделим на 8 миллионов. Сколько там доля, был, конечно, получилось этой? 0? 0? Да? 5? Даже один процент не набрали. Так что, лучше бы не озвучивать эти правды. Мои коллеги напоминают, что есть такой медицинский центр, который должен был быть, не медицинский, а ковид-центр, который должен был быть построен в ковидные годы, там, в 20-м, в 21-м годах, но, увы. Вы помните, что мы тогда убедили коллег, проголосовали, 5 миллионов было выделено. И было сделано все, чтобы эти деньги не пошли по назначению. То есть, мы только крышу сделали, миллион везти. А остальные разделили по выпускам. Петр Иванович, а вы когда, а вы отслеживали вот судьбу этих денег? Вернее, финансовые вот эти вот операции? Мы задавали вопросы на нам, какие-то там непонятные моменты, что вот, мол, нужно именно то инфекционное, которое старое, надо привести в порядок, но не дай бог, чтобы это не делать. И получается, что там, мы уже смотрели, были же специалисты, что там, может быть, сделать 30 или 20 боксов. Мол, типа один бокс обойдется только миллион или 2-3 миллиона, нам такие заоблачные цифры. Неужели такое один бокс сделать миллионное состояние? И это все было умножено на 30 или на 20, там это, мол, такие баснословные цифры. Вопрос последний, Петр Иванович, времени просто катастрофически мало. У Гагаузи есть право на самоопределение, но в какую сторону, с кем мы будем? И с соседями у нас только Румыния и Украина. Самостоятельно мы не сможем существовать. Все говорят про право, о последствиях никто не говорит. Можно узнать ли ваш комментарий? Я отвечу, что, во-первых, Молдова должна сохранить свой нейтральный статус. она должна убрать все свои амбиции, все свои непонятные суждения. Должна все-таки стратегическая партнерство с Россией возобновлено в полной мере. И я думаю, что и Гагаузия будет спокойна в этом отношении. Потому что я больше чем уверен, что мы без поддержки России, ни Молдова, ни Гагаузи, тем более мы не просуществуем. А нашим соседям мы что нужны? Нужно кусочек территории, мы потом ассимилируемся, наверное, за полгода. Петр Иванович, в чем вы видите эту поддержку с стороны России? Я думаю, что и налаживание рынка, и я думаю, что и политическая поддержка должна быть. Наша автономия, то есть Россия, вот мы знаем, что гарантом Россия, Турция должны эти два больших, великих государства именно выступить гарантом неприкосновенности, никакой непересмотра решения 1994 года о создании автономного территориального образования. И я думаю, что таким гарантом, я повторяю себя, является Турция и Россия. Я благодарю вас за то, что приняли наше приглашение, Петр Иванович. Спасибо вам большое. Жалко, времени не хватило. Времени не хватило. А вы говорили, что 50 минут, ох, как много. Я вас уверяла в обратном, что так и случилось. Спасибо нашим слушателям и зрителям за их точку зрения, за такую активную позицию. Спасибо, Екатерина. Я хочу именно благодарность моим избирателям, конечно, что нашли время, может, послушали то, что я здесь озвучил. Но это часть того, что меня волнует. На первом месте, конечно, как депутата, как гражданина, как патриота ГГУЗа, я считаю, что это наша, это забота о наших людях, о наших избирателях, о малоимущих, о бедных, о больных. И это просто наш долг. Я хочу всем сказать спасибо за оказанное вами доверие. И постараюсь, чтобы я вас с достоинством, ваши идеи, свои идеи донес до Народного собрания. И вы об этом нам также сообщите в прямом эфире, Петр Иванович, потому как надеюсь, что мы снова должны встретиться в этой студии. Когда? Что называется, время покажет. Спасибо большое всем. Программа завершена. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok